друзья всем привет давайте наверное разберем вторую пару франция марокко ну уж давайте с на же сразу же с марокко начнем наверное я думаю что игрокам не стыдно тренеру тоже не стыдно как и болельщикам до марокканским не стыдно за команду потому что старалась два тайма что можно сказать о французах знаете я думаю что все таки аргентинцам мне кажется полегче будет играть финале потому что тут столько эмоций ушло хоть вроде как и победа 2-0 и вроде и моментов то принципе сыграли как и аргентина с хорватами тоже французы не дали ни одного момента напряжение было точное причем честно говоря там даже и моменты не нужны вот сколько было напряжение да там спасали вараны и канате так только кто только там не выбивал да там не из пустых конечно ворот но сыграли а вот опять же оборона без безошибочно ну давайте наверно начнем с того что первый гол да на пятой минуте конечно упростил задачу французам сразу же поменялась тактика ну правда она не менялась как вот по мне так потому что там они в десятером играли потому что слабое звено присутствовала хоть он там и обгоняет андрей лучший бомбардир но посмотрите как выглядел живу хотя опять же мог забить штангу я не беру потому что там контролировал боно да так и хочется сказать с youtube что ли боны а вот попал в штангу но он контролирует потому что ближняя за ближнюю отвечает вратарь ну и гол конечно тут вам интересно разобрать потому что тут варан вроде как начал атаку там да выбросился защитник на опережение не попал по мячу по сути да гризман получает там бьет не бьет отдает не отдает мбаппе также бьет там принципе два гола они похожи то что мбаппе везде поучаствовал как оказалось да но там только вот из случайного гола когда эрнандес забивал он исправил в мастерству потому что там вы видели да из-за уха достал ногу положил корпус и еще и по умудрился не попасть и в гол кипера еще и защитник который был в воротах и все равно пропустил ну и второй гол там тоже сразу же опережая события потому что тут моментов в принципе то больше и не было да там уже руб было но он я честно даже вот я не понимаю как вот нападающие о чем они думают когда полчаса на принятие решения никого нету вратаря нету врат там случайно отскакивает до мяч к нему случайно или пас там отдают очень ну беспроблемно просто надо попасть в ворота куда-то бьет ну причем это куда-то на 36 минуты вот вам 2 0 и уже кстати и больше бы то наверное проблем бы и не было хотя все равно марокканцы старались ну давайте вспомним еще штангу наверное да через себя когда бил защитник там при стандарте ну я считаю что там конечно бы лью рис бы не пропустил потому что он контролировал ну и удар не такой был сильный чтобы голкипер мог пропустить ну что еще ну в итоге жиру вы сами увидели да ну выпадал просто столько потерь ауты просто потерял мячи простых ситуациях ну для него видимо не сложные ну еще раз я не нападаю на него но чемпионы мира мне кажется должны играть по-другому и вот так вот выпадать когда у тебя есть гризман честно говоря сразу же вот и делаешь выводы да когда у тебя есть такой полузащитник который тебя найдет даже если ты будешь прятаться он все равно тебя найдет да так же как вот и с кем англичаном же по-моему забил да ему в голову попало он умудрился еще в плечо попасть защитнику только тогда мяч залетел и не забывайте откуда он бил а вот но это ладно все голы там хороши даже если они там легкие как вот и забил да но они вышел и первым касанием вот это конечно тут чутье дешама ну и опять же слалом боппе да там я не знаю честно говоря кто бы из из нападающих или дам супер техничных игроков вот полез на целую толпу еще и умудрился ну понятно что там по повезло да попал в ногу отскочила и как раз добил как все нападающие или нормальные игроки говорят тяжелый мяч забил муани ну с первым голом его ну что по поводу марокканцев конечно тут надо сразу же говорить о том что ну команда реально старалась два тайма что интересно было это то что ну скорость реально вы я так понимаю сейчас поняли что такое скорость а еще и когда техника да вроде не скажешь что там все такие же техничные как мбп да на скорости можно убежать там еще и не упасть хотя там избивают и толкают ну вот понравилось марокко то что конечно не сдавались ребята ну и я вам больше скажу тут можно даже сказать что самоуверенно они вышли у меня тут даже и друзья за и ставили на них и причем так уверенно пихали мне как будто ты чё не знаешь что барокканцы выйдут ну вот я говорю ну ладно там жена даже пытается но я прожил не буду говорить потому что я считаю что им вообще нечего делать футболе и что-то комментировать если есть чуть-чуть хотя бы мозгов потому что люди не игра все футбол не только жены а вообще я считаю что них не хочу чтобы лезли потому что сейчас специально к этому подвожу чтобы то что мозг реально разрывается ну я по поводу сейчас александреи ну так зацепить чтобы потому что все равно ну хочется смотреть вот такие да игры и там и футбол и нерв я же говорю считаю что французы больше устали вот это от вот от этих нервов то что вот постоянно атаки 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 хорошо что выстояли и самое то главное что не ошибся никто грубо имеется ввиду а вот но устали поверьте мне я думаю что спать будут французы сегодня точно очень хорошо потому что и слева и справа бежали да и посередине тоже бежали кстати обостряли вспоминайте да там уже на последних как говорят на 90 секунде да пару раз мечи выбивались я имею ввиду не не минута а вот уже да там не достали уже один в один да и вот сейчас могли 90 сколько там плюс 6 забавил до 95 96 тоже как там умудрился не попасть но еще раз говорю вот это вот это радует то что реально вот в таких играх не делают защитники грубых ошибок и вот это честно меня больше всего радует хоть я и уже вчера говорил что я нападающий ну и марокканцам конечно тут огромное спасибо и потому что представьте да вот сейчас бы и так французы там пытались до разбивать игру вот хоть там и быстрым боппе ну тут я же говорю они в десятером играли потому что один парень даже больше скажу и верху то не особо выигрывал да я имею ввиду жиру вот и вот здесь вот конечно надо вот вот за этим нервом следить причем в каждой игре потому что вот просто представьте да марокканцы пропустили руки опустили французы спокойненько президент приехал оказалось со фартовый а может и нет посмотрим думаю на финал тоже останется ну вот и хотя я думаю что я буду болеть точно за аргентину потому что тут эти уже стали чемпионами мира вместе еще нет ну и у бопп еще все впереди так что вот обращайте внимание когда от команды реально вот нам любят говорить ну нам я говорю как уже сейчас как и болельщик да как и футболист как эксперт как хотите да нам любят говорить о тактика тактика ну вот какая тактика если бы сейчас просто французы закрылись и отбивались и вот просто бей вперед нам боппе вот правда там я не знаю я думаю что голеностопчик это болеть будут точно то что там и судья честно говоря тоже как-то странновато судил некоторые моменты и фалы да но ладно это уже слава богу все целы и финал я думаю наверное без травм хотя без травм скорее всего не бывает травмы можно получить как мы знаем и на зарядках и на тренировках в общем я считаю что две игры мы посмотрели вчера и сегодня получились ну и всем счастливого и красивого финала друзья мои пока